Недавно мы рассказывали, что жители частных домов на бульваре профсоюзов затапливают. Огромное озеро в период оттепеля образовалось в частном секторе. Подвалы некоторых домовладений оказались в воде. В Тверь-Водоканале назвали причину подтопления и озвучили пути решения этой проблемы. Об этом в следующем материале выпуска. Бульвар профсоюза второй год в осенний и весенний период сильно подтапливает. Участки тверичана, а также подвалы плавают в воде. Местные жители, которые обратились в редакцию нашего телеканала на прошлой неделе из-за потопа, получили поддержку от Тверь-Водоканала, но она оказалась временной. Воду откачали, но она пришла вновь, буквально в течение нескольких часов. И в частном секторе вновь образовалось озеро, поплавать на котором прилетели даже уточки. С 26 февраля приезжал водоканал и откачивал воду из образовавшегося пруда. Но по факту ничего не изменилось. Эти мероприятия ни коим образом не помогли. Все так же из недр канализации поднимаются нечистоты и топят дома. Мало того, что вначале это было только люки с водой, но сейчас это уже сочится из-под земли. В раковинах булькает грязь, запах ужасный. Как в общественном туалете, честное слово. Топят подвалы, все заготовки плавают в нечистотах, фундамент размывает. Мы обратились в Тверьводоканал, чтобы узнать причину таких сезонных подтоплений. В организации сказали, что это связано с большим количеством снега. Но главная проблема в отсутствии водоотливных канав. Вода, собранная на поверхности, ей нужно куда-то уходить. Из-за кучи уходить некуда. Она в том числе начала высачиваться в наши коллектора. Люди присылали фотографии гейзеров и всего прочего с наших коллекторов. Это, по сути дела, попытка воды проникнуть туда. Занять пространство, которое занимает в обычном нормальном положении. Это воздух. То есть заполнить коллектор под завязку. Выходя, этот воздух, мы его все слышим на улице. Затапливание подвалов. Это, опять же, когда на улице воды деваться некуда. А там отсутствуют водоотливные канавы. Не без участия жителей. Ликвидированы, потому что удобнее так. Именно по бульвару проложен один из главных магистральных коллекторов диаметром метр. В котором собираются стоки со всего пролетарского района. И отправляются на очистные сооружения. Поскольку ситуация повторяется уже второй год. Будут приняты меры, сказал гендиректор организации. Поставили дополнительные временные перекачки на ряде участков. Для того, чтобы обеспечить пропуск этих талых вод. Весне, когда сойдет снег, сширим еще коллектор дополнительно. Более большой. Там уже на выходе, в районе улицы Королева. Как изменится ситуация после проведенных работ, покажет время. А пока жителям бульвара профсоюзов придется жить в ожидании. И кормить прилетающих к ним на искусственный водоем уточек. Продолжение следует...